Прежде чем начать строительство зданий нового микрорайона, нужно выполнить инженерную подготовку, построить дороги и обеспечить территорию водой, электричеством, канализацией. Эти работы сейчас как раз и идут в 22 микрорайоне. На создание инженерно-транспортной инфраструктуры выделено 4,5 миллиона рублей. Мы закончили тепловую сеть. На данном этапе мы уже сдаем объект. Водопровод полностью закончен по объекту, чтобы могли ДСК приступить к домам. Была у них водичка для растворов, бетонов. Ливневая канализация закончена на 90%, потому что дождеприемники устанавливаем непосредственно, когда строим улицу в низших точках. То есть заблаговременно их установить практически невозможно, потом можно будет переделывать. Хосфикальная канализация готова тоже на 80%. Взем поставки КМС, то есть уже и канализация в микрорайоне полностью будет готова. До начала ноября строители планируют полностью завершить и строительство новых улиц. Это будут продолжения Стемпковской и Октябрьской. Каждый участок около 600 метров. Эти улицы сформируют очертания будущего микрорайона. Первый участок планируют полностью закончить в сентябре, второй – в начале ноября. Сейчас строители занимаются устройством пешеходных дорожек и стоянок из мелкошточной плитки. Всего нужно уложить 12 тысяч квадратных метров. Также идет установка светофоров, дорожных знаков, светодиодного освещения. Укладку верхнего слоя асфальта, возможно, перенесут на весну. Определимся, правда, с заказчиком, стоит ли там укладывать верхний слой асфальта. Может, оставим. Потому что сейчас, я думаю, начнется строительство домов. Стоит ли укладывать, будет этот верхний слой асфальта. Может, по весне, 23-го. Первоначальным проектом, конечно, были бетонные, предусматривался бетонное покрытие. Но на сегодняшний день, скажем так, продолжение. Может, новые микрорайоны будут строиться с бетоном. Но тут же хотелось бы обыграть, чтобы микрорайоны смотрелись в одном, скажем так, стиле. Потому что половина улицы бетонная, половина улицы асфальтная. Поэтому с заказчиком было принято решение все-таки пересогласовать. И благодаря райисполкома, то есть это же большое ходатайство, надо делать, чтобы сохранить композицию. В новом микрорайоне уже началось и строительство первых двух домов. Всего возведут шесть панельных и два монолитно-каркасных жилых дома. Также проектом предусмотрено строительство детского сада и другой необходимой инфраструктуры.